ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Была до этого в классической форме, и вместо нее заочной стала дистанционная форма обучения. Многие, конечно, ратуют за дистанционную форму обучения, потому что она предоставляет студентам больше свободного времени, тем людям, которые как раз-таки работают или работают удаленно от университета вдалеке. Для них дистанционная форма обучения позволяет людям продолжать свою работу и параллельно учиться, что было очень затруднительно при заочной форме обучения. А вот буквально на днях прошел 10-й международный форум по тематике менеджмента обеспечения качества образования в системе высшего образования Республики Казахстан. Он прошел в Жубановой, где также обсуждалась эта форма обучения. Поэтому наиболее важно сейчас узнать, чем же на сегодняшний день хороша эта дистанционная форма обучения, и насколько она хороша в применении именно к нашим реалиям образования, и насколько сейчас хорошо она применяется здесь. То есть стоит ли говорить о развитой системе дистанционного обучения в нашей области, или же пока с этим существуют какие-то трудности. Поэтому более подробно расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, время все диктует, цивилизация наступает вперед. Вот, значит, в конце концов в этом году впервые в Казахстане поняли, что Казахстанское обучение так таковое себя давно и жило, особенно по заочным формам обучения так, и официально министерство с приказом такое ввели. Хотя дистанционное обучение, оно применяется. Не только заочным, но и отчимное отделение. Вообще, если по этой части, вот, конечно, это давно у нас идет, если сказать немножко кратце, то дистанционное метод не только обучение, вообще в жизни вошла вовсю. Раньше не понимали. Вот, значит, человечество это связано с компьютеризацией, с электронными машинами. Вот, они-то впервые вообще электронные машины были найдены советским мотивателем Конторовичем в 1939-1939-40-х годах. Но развить она в СССР не получила. Это дело, как всегда, американцы перехватывают, у них это сильно развился. И они в 1950-х годах, ну, где-то в 1952 году, впервые в мире ввели дистанционное обучение тогда еще. Это уже 70 лет почти прошло. Мы только сейчас начинаем. Давайте скажем, частично, хотя начали. Ну, значит, Россия, Советский Союз образования был, классик, сильный. Но жить на одном нельзя же. Советский Союз образования было такое, что из Китая, со всего мира обучались. Но был застой 70-80-х годов, который сыграл и в образовании. Мы отстали. А в СССР была закрыта система. Поэтому про это дистанционное, так таковой, мы знали, зарубежные печати, но такого у нас не вводилось. Как после развала Союза в 1992 году, в 1992 году, Россия первым за это дело взялась. И она поручилась дело двум крупным вузам. Московскому Росстарственному университету экономико-пистолетической информатики, Мессии называется, и Современный гуманитарный университет, ИСГУ, частный. Для абрабации. Они начали очень мощно. ИСГУ имел три сферы по всему миру. И в частности, вот таким развивался он. Мы тоже были, я информацию имел, мои коллеги. И, значит, самое, 90-е, где-то во второй половине 95-х годов, 90-х годов, Сахпановик Сахтыев, такой мой коллега знакомый, так, Сатрау, он к Казахстану впервые привел. Сатрау. И потом его, по его подаче, эту идею взяли, где он ранее был, Караганде. И открыли в 98-м году разрешение, где министерство участвует, открыли департамент Центрального по Казахстану в Караганде и 15 филиалов Российско-Казахстанской современной гуманитарной университеты. Сахпан был ректором Ватрау, я был ректором здесь. Вот так было начато. Вот скажите, это хорошо, история-то, конечно, хорошо, но, я думаю, телезрителям более важно узнать, чем же система дистанционного обучения выигрывает перед заочной системой обучения. Вот расскажите, пожалуйста, более подробно, наверное, об этом, о выигрышных моментах дистанционной системы обучения. Я думаю, вот это будет наиболее интересно. Да, конечно, это интересно, но для этого была бы, конечно, отдельная тематика с превращением других экспертов, других вузов Сахпанова, которые знают. Это было бы интересно, может быть, в будущем будет. Ну, в двух словах, если ваш вопрос мне отвечать. Я же вам говорю, классически, когда мы работали, значит, вот они приезжали на сессию заочники, так, установочные сессии, зимние, летние сессии, на две недели, на месяц даже. Мы выезжали в командировку на линии, так, их обучали, скажем так, да. Они работали по своей профессии, они были знатоки. И было, конечно, без всяких побочных явлений, было нормально отношение. Но когда начала вот эта рыночная экономика, конечно, пошла другая система, понимаете. И уже все с титлоком не ходят, или не ходят не только ученики, заочники, каким-то образом решают свои проблемы, и все решают свои проблемы. Мало народа ходит на занятия, в журналы пишут, занятия проходят, а так не проходят. То есть это было простое, такое, понимаете, вещи. Данные вещи надо говорить с именами. Ну и тут, конечно, не каждый может, не все могут так. А дистанционный метод, вся продукция, но не по всем, допустим, я об этом другая речь, так, то люди могут обучаться с любого конца земного шара, не говоря, допустим, с района, откуда ты, не приезжая сюда, получать то, что нужно. Она обрабирована миром проверенную. А есть ли минусы у дистанционной формы обучения, если они есть? – Минусы в том плане, что, в каком плане? Конечно, живое общение – это очень много, что значит литература, много, что значит так, так. Но мы не говорим, что вот все убрать, и только вот это дистанционное, допустим, там вот диски, книги или порталы, допустим, да, она перемешкает где-то так, где-то так, скажем так. Есть, конечно, некоторые специальности, которые дистанционно невозможны. Скажем так, вот медицинские специальные бывают, или летные, но какие-то вещи там тоже можно. А про скептические операции делается дистанционно. Я когда в 2000 году делал доклад конференции ректора бывшего медакадемии, Носкалиев, так, он мне дал этот, я говорил, где медицины, где, в каком месте применяется. Кстати, в 2004 году была статья в газете «Эврика так», Носкалиев тогда был облдрамок в Алматинской области, он сказал, я все в Алматинской области, теперь медицин сделаю. Здесь у нас представитель области Бикназар Биктас, он вводил впервые, значит, самые методы, значит, дистанционные записи, другие там, и вот это. Ну, сейчас они активно, сейчас они активно уже пользуются и так далее. Ну, она достаточно слабая, если взять по-большому, то это очень большие виски. Ну, не все сразу, но все постепенно. Ну, давно уже у нас идет, век космический, надо быстро развиваться. Ну, так-то да, вы правы, в этом вы правы. А на сегодняшний день, скажите, пожалуйста, вот я понимаю, да, что дистанционное образование, как я понимаю, есть, да, есть плюсы и минусы, но главный такой вот компонент дистанционного образования, главная его, так сказать, философия, да, дистанционного образования, что в этом случае человек полностью берет ответственность за получение образования на себя. Я хочу учиться, я буду дистанционно учиться. Не хочу я учиться, даже пребывая с преподавателем с глазу на глаз, я эти знания не получу. А здесь просто ответственности больше. Перекладывается ответственность на плечи самого обучающегося. Главный результат. Да, главный результат. Потом самое главное, здесь нет фактора зависимости человека от человека. Когда человек зависит от преподавателя, понимаете, как раз происходит, понимаете, нет. Человеческий фактор, может сказаться. Ну, человек сдает, сам сдает, получает знания для себя и вот таким образом. На сегодняшний день, буквально у нас минута остается, поэтому, скажите, на сегодняшний день наша область готова к развитию дистанционной системы образования и теми темпами, которые нам задают, так сказать, центр и переход на дистанционную форму обучения, она будет развиваться без проблем? Или же проблемы все равно ожидаются у нас? В таком аспекте, который должен быть, у нас не то, что в нашей области, я, насколько знаю, в республике еще не готова. У нас есть вот эта госпрограмма, госпрограмма от 2011-20 года заканчивается, ничего в таком не сделано. Вот я хотел бы показать статью министра, значит, самое, значит, самое, КАЗ «Правди» была, так, КАЗ «Правди» была. Активные квестники, министр, самое, говорила, что, чтобы было качество образования, вот что вам говорили, да, надо обязательно электронное обучение. Но она у нас не на достаточно уровне. Это за какой год это статья? Это 2013 год. А, то есть в 2013 год, за это время, как я понимаю, как вы хотите сказать, почти ничего в этом отношении не делали? За это время, вот, значит, там была статья в газете «Эврикан», Дарья Назармасултановна, так, сплошной колхоз. Там, что он по белому написано, что за три года потрачено, стоит 3 миллиарда рублей, а тенге, и ничего не сделано даже в школах. Хорошо, хорошо, спасибо большое за информацию. Я думаю, эта информация еще не исчерпана, мы еще не раз об этом поговорим. Во всяком случае, если есть вопрос, значит, есть проблема. Если есть проблема, значит, есть путь ее решения. Вот здесь мы как раз-таки и занимаемся тем, что их обсуждаем. Спасибо вам большое. Это была программа «Из первых рук», ведущий Антон Пережогин. А в студии у нас был эксперт по дистанционному обучению в Октябрьской области Рахим Кожасович Карабалиев. Спасибо вам большое, Рахим Кожасович. До свидания. До свидания.